Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола! Добро пожаловать в Саратов, где сегодня местный Автодор постарается продлить четвертьфинальную серию против Казанского Уникса. Трёхий Менченко получил с начала передачи в краске, был в совершенном одиночестве. Две секунды было у него на принятие решения, в результате в защиту уже вернулись. Ну а Марку Спису ещё одну трёху забрасывает Джеран Джонсон. Против него Максим Карванин постарается защищаться. Сейчас Карванин с отклонения Джеран Джонсона. Карванин, конечно же, знает этого баскетболиста. Встречивая статистика, дорогие друзья, на ваших экранах. Один из пяти у Автодора в дальней дистанции. Но и Михайловский всё-таки протиснулся. По ходу первой десяти минутки. Это свободный бросок, как и у Марио Хизоньи. Но его попытка не уменьшалась успехом. А здесь так с мясом вколачивает Артём Клименко. Мощнейший просто слэм танк оформляет его. Он ушёл за пределы площадки. Снова тут же атакует Петенёв. И Вячеслав Зайцев говорит, Александр, ну ты через меня, пожалуйста, не атакуй в следующий раз. Часть передачи на дуги. Марио Хизоньи притормозил. Ну и танк Александра Петенёва. Отличный старт для Автодора. И предпринять попытку догнать соперника Минченко. Абсолютно точно защищался втроём на рандеву с кольцом Минченко. Танк. Бабах. Красивый старт для Автодора. Ну что, друзья, вторая половина обещает быть очень весьма... Может, 10 блокшотов по ходу матча записать. Отличное движение мяча. Ну и танк Дмитрий Узинский. Полёт нормальный. Два с руками сверху вносит буквально Дмитрий Узинский. С самых последних минут, можно сказать, перехват в исполнении Автодора. Михайловский, что он придумает? Классная передача. Сверху колотит Карванин. Браво! Максим Карванин только что. Продолжает Никита, контролирует мяч. Отличная скидка на Евгения Минченко. Тот с полом колотит через Варанцевича. 74-77. Станут ли они последними для Автодора? Либо всё-таки нет. Увидим ли мы завтра матч? Пожалуй, всё-таки нет. Муникс отправляется в полуфинал. Итоговый счёт по итогам сегодняшнего матча. 88-79. Казанская команда побеждает.